Каждое упражнение, которое мы пробиваем, обязательно поется на слог, на глаз. О, а как удобно, дыр, пожелательно, с пальцем. Почему? Потому что в привычных условиях, когда мы произносим ноту или название ступеней, у ученика, ну, работает речевая африкансия, работает вот эта техническая. А здесь мы вводим это непривычное положение, просим в этом непривычном положении переходить с ноты на ноту максимально плавно, глиссанно, так же, как в упражнении. И вот если он выполняет это, если ученик переходит с ноты на ноту, глиссанно, и точно останавливается там, где он, может перейти на того, чтобы меня снилось, там, где он. То есть останавливает этот глиссанно, значит, с большой вероятностью он слышит то, что он делает, и координирует. Представьте себе сейчас третья ступень, Мажора. Вот что, третья ступень? Полушк. Что, 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 у каждого свое. Поскольку вы музыканты, как у каждого какое-то свое. Вот оно есть. И это нам позволяет ориентироваться в ладу и безошибочно петь третью ступень. Вот это нужно в противовес, скажем, интервальному методу научения. Наша, ну, знаете, наша отечественная методика, она там опиралась долгое время на ладовый слух. В западных методиках в начале 20-19-20 века были популярны интервальные методы. Вот, то есть, ну, вот, неважно. Вот, и наша задача всеми правдами и неправдами им эти представления вбивать. Если вы обратили внимание, я вам сейчас играю ваш звук уже после того, как мы его сперим. Для того, чтобы, если кто-то уехал не туда, поддержать, да, но тоже у нас остается, слух постоянно остается активным. Мы ему не длечим одно и то же. Причем я делаю совершенно антимузыкальные вещи. Например, ну, номер какой-нибудь, ре-мажорный номер, когда мы освободим, вот, минор, меняем ключевые знаки, убрали два диеза, поставили один демоль, поем ре-миноре. Вот, это создает определенное сопротивление, безусловно, потому что то, что звучит в мажоре, благозвучное, совершенно не факт, что оно будет звучать в минуле благозвучное. Но зато на примере вот этих ступеней, да, то есть, в какой-то момент мы изолируемся от музыки, да, и концентрируемся, может быть, только на ступеневых представлениях. Ну, так. Дальше есть такой тезис. Он выдвинут профессором Тепутской консерватории Людмилой Михайловной Масленковой. Тезис звучит так, что при освоении лада важно не то, с какой ступени осуществляется скачок, а на какую ступень осуществляется скачок. Вроде бы мысль очевидная, но нередко в металлических пособиях можно увидеть освоение скачков с такой-то ступени. Вот, она и так есть, зачем с нее что-то делать, ее как-то специально оговаривать. И второй ее тезис, что наиболее эффективно ступеневые представления осваиваются в условиях скачка. Это первое приближение. Почему еще терции? Этот принцип у себя отметил Арцишевский, есть такой курс систематизированного в Сальпенджи. Очень рекомендую, если вам когда-нибудь придется составлять программы в Сальпенджи, свои собственные, очень рекомендую найти этот сборник, ознакомиться с его содержанием. Ничего составлять вам больше не придется. Вот, так автор этого учебника предлагает осваивать вот эти терции. Почему? Потому что мы же осваиваем классическую гармонию, правильно? А в основе классической гармонии у нас лежит 100 квинтов и 30 с. И, имея в кармане напитые терции на всех ступенях, результатом вот этой работы будет 100 терций. Умение спеть терции на всех ступенях вверх, вниз, вниз, вверх важно. Имея эти терции, мы уже можем выстроить любые аккорды терцовой структуры, а потом и нет терцовой, потом их обращения и так далее. То есть слух уже к этому готов.